Всем привет! Сегодня немного поговорю о сыре Покажу как нас дела в сыроварне Так что поехали Теперь осталось взять с погреба сыр еще Сейчас за ним сходим И сделать немного лучше свет Сегодня будет интересно Давно этого очень ждал Всем привет! Очень рад вас снова видеть И надеюсь вы рады меня видеть Несколько видео назад мы делали запись о том Как сделать полутвердый сыр И это именно не тот сыр Тот который мы делали в видео Можно увидеть здесь Этот я делал в начале этого года Точнее это было 4 числа И сегодня вместе с вами мы его попробуем Опять же, сори Я сам попробую Я вам расскажу какой он Этот сырок маленький будет Тот который мы делали по рецепту В видео мягкого сыра Это мягкий сыр по типу камамбара Который я так же сам делал Уже без вас Точнее еще до того Как я начал снимать Ему так же почти 2 месяца И сейчас узнаем Какие они на вкус Кстати приветствую вас В моем новом офисе Ну почти офис Сейчас заканчиваем Кладку плитки в сыроварне здесь И надеюсь У меня будет какой-то небольшой уголок Где я смогу уже красиво сидеть Мне не нужно будет придумать Каждый раз Где садиться Вот как сегодня Ну будет более интересно Более качественно Более красиво Так начнем с этого сырка Я его в эту субботу Выносил на рынок Некоторые из клиентов Отозвались что им Он очень понравился Я был очень этому рад конечно И я сейчас хочу Просто показать на камеру Какой он И немного расскажу Какой он на вкус Если у меня это получится Если увидеть Он не сильно подтек Под краем Нужно каждые 2 дня переворачивать Иначе они будут Косной приклеиваться Этого нам не нужно делать Он вкусный Он классный Я хочу сюда добавить Немного меда И плохо что у меня нету хлеба Он нежный Он маслянистый Вот что-то похоже на плавленый сырок Только в 100 раз лучше Вот реально Очень-очень классный Второй сырок Который здесь у нас есть Я еще несколько раз Его сам попробую сделать А потом уже Сделаю об этом видео Этот сыр я делал По типу камбэра То есть делалось Крупное зерно Потом оно почти не нагревалось И формы выкладывалось Но сейчас я его Разрежу И посмотрим Какой он внутри Красота какая Ляпота Белую плесень я сюда Не добавлял Закваска была та же Что и на этот сыр И на этот И на этот Но Я ему придал Определенные условия Для вызревания И в результате У меня получился Вот такой сыр Другой от этого Или от этого И немного нюансов С самой технологии Полностью уже корочка У меня Не получилось белой То есть она такая Светлая с одной стороны С другой стороны Чуть голубоватая Получилась Из-за того, что температура в погребе 7 градусов Для этого сыра нужно чуть больше А 7 градусов Как раз хорошая температура Для голубой плесени О, какой он нереальный О, какая текстура Ну я бы сказал Похожий на камамбер Не камамбер По типу камамбера Хотя подождите Сейчас корочку съем еще Но все-таки Я думаю Все-таки Все-таки Ближе к камамберу Чем Чему-то Другому Есть, конечно На корочке Запах погреба От этого не уйдешь То есть внутри Он получился Ну вот такой Нереальный В общем Вот такие дела Не взял салфетку И третий сыр Полутвердый Были вопросы По тому Как правильно Вызревать этот сыр Если у вас Холодильник То Просто возьмите Контейнер Положите Головку сыра В контейнер На сеточку лучше Закройте сверху И раз в два дня Переворачивать Если есть излишняя влага Ее удалять В результате У вас получится Вот такой сырок С натуральной коркой Она будет разниться В зависимости от условий У меня здесь в основном Оранжевато-белая плесень Немного голубой Я его Каждые два дня Три дня Переворачивал И просто Перчатки рукой Счесывал Когда же я его буду Подавать на продажу То я его просто Возьму щеткой Хорошо вычищу И у меня будет Красивая внешняя корочка Съедобна ли будет Эта корочка Ну Я бы сказал нет Но она будет Очень тонкая Много минуса По весу Из-за нее не будет Честно говоря Я твердого Такого сыра Который я делал Такой головки Красивой круглой Уже не ел С Рождества Это уже больше месяца Поэтому сегодня Я его возьму Попробую Опа Мягкая текстура Внутри Что мы достигали То есть он не будет Сильно твердым Он будет Он будет Относительно мягким Опять же напомню По рецепту Мы сюда добавляли Ту же закваску Что и сюда И сюда Он у меня Немножко Рассыпался Внутри И я его Просто сейчас Сниму Как я давно Как я давно не ел Такого сыра Опять же Он внутри Достаточно Маслянистый Есть едва ли Кислинка Не Она это не кислинка Это вот такое Ну классное Развитие вкуса А я забыл показать Если посмотреть на текстуру Она достаточно Вот такая Мягкая По рецепту твердого сыра Который я делал В результате Вы получите Такой Полутвердый Я обратно Тогда возвращаю Корочку В сыр Вот такие сырные дела У нас Будет очень интересно Узнать Как у вас Получился сыр Тот который вы делали По рецептам или нет Опять же Напомню Если у вас будут вопросы Пожалуйста Пишите их В течении суток Обычно я на все вопросы отвечаю Ежедневные апдейты Информация о нас О том что мы делаем Есть в инстаграме В фейсбуке Это также можно Сейчас увидеть Если вы не подписались Пожалуйста Подпишитесь Там я отвечаю Еще быстрее чем на ютубе Если это видео Было для вас полезным Буду рад если вы им поделитесь С кем-то кому это Также может быть полезно На этом все Пока Субтитры сделал DimaTorzok